Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Крачево-Черкесии Рашид Имрезов провел совещание, в ходе которого осудили вопросы, касающиеся сохранения социально-экономической стабильности в регионе в нынешних условиях. Необходимо уже на этой неделе разработать региональные меры по поддержке граждан малого и среднего бизнеса в соответствии с федеральными решениями, в том числе озвученными президентом России Владимиром Путиным. Важная задача, которую поставил перед правительством Крачево-Черкесии – сохранение устойчивости экономики, недопущение роста цен на социально значимые товары, сохранение рабочих мест. Кроме того, сегодня важно продолжить реализацию ключевых инвестиционных проектов в Крачево-Черкесии, которые позволят вывести экономику региона на новый уровень и создать новые рабочие места. Рост цен на продукты питания – ощутимый удар по бюджету большинства населения республики. Для стабилизации ситуации правительство Крачево-Черкесии проводят ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, а также организуют рейды по магазинам. Подробности у Али Баташева. Полки магазина «Перекресток» заставлены различной продукцией, но из всего широкого ассортимента проверяющих интересует борщевой набор. И такие продукты питания, как хлеб, овощи, молоко, крупы – все тоже без чего невозможно представить стол обычного россиянина. Участники рейда внимательно изучают ценники и выясняют руководству магазина другие необходимые сведения. Даже небольшой рост цен на продукты питания – ощутимый удар по бюджету пенсионера, считает жительница Черкеска Юлия Зенина. Должна быть господдержка какая-то, понимаете? Должно быть контролирование цен. Почему не контролируют цены? Почему это никому не интересно? На 8,6 подняли, а фактически-то инфляция больше 20%. «В республике на сегодняшний день по поручению главы республики Аршида Бориспевича Темрезова создан оперативный штаб по стабилизации экономики республики, недопущению роста цен, осуществляется ежедневный мониторинг цен на товары первонепоходимости, в том числе продовольственные и непродовольственные. На все факты превышения цен будет незамедлительная реакция. Все факты будут направлены в органы прокуратуры и ФАС России». Главная задача оперативного штаба по экономическим и финансовым вопросам правительства Карачаева-Черкесии, чтобы ситуация на рынке потребительских цен на социально значимые товары оставалась стабильной. И для этого будут использоваться все предусмотренные законом меры. «В частности, в статье 1431 предусмотрены оборотные штрафы на лист, злоупотребляющий своим положением на товарном рынке. Оборотные штрафы берутся от валовой выручки за предшествующий год. То есть не от прибыли, а от той выручки, от того дохода, который получила организация за предшествующий год. Данные санкции составляют для лиц от 1 до 15 процентов, в зависимости от тяжести совершенного нарушения». На сегодняшний день поводов запасаться впрок продуктами питания нет, считают в Перекрестке. «Товара хватит достаточно надолго. Сейчас машина приходит у нас через день. Ни до поставок никаких нет и не наблюдается. На распределительных центрах товара тоже достаточно хватает. Еще именно здесь, в магазине, у нас товар есть, продовольственного товара в районе двух месяцев, не продовольственного – на четыре месяца». «Нами был проведен мониторинг цен на социально значимые продукты питания, предусмотренные и постановленные правительства 530-м. Каких-либо колебаний цен на социально значимые товары и продукты питания нами не зафиксированы. Мы проводим по рекомендации Федеральной темы на пользу службы, мы проводим мониторинг только в федеральных торговых сетях». Мониторинг цен на социально значимые товары будет проводиться ежедневно, говорят в правительстве республики. Алибаташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. «Решение президента России Владимира Путина провести спецоперацию – это обдуманный ответственный шаг. Крайняя мера для защиты интересов русского населения и рубежей России. Такое мнение высказывают жители страны. Своё отношение с происходящим рассказала и директор лицея номер один у Джигуты, депутат парламента Татьяна Черняева. «Мы несколько лет наблюдали над тем, как растут антироссийские настроения. В течение последних месяцев на нашей границе сосредоточились техника и солдаты Вооружённых сил Украины. И, конечно же, наш президент принял очень мудрое решение. То есть, если бы мы не вступили с этой операцией, то война началась бы на территории России, что привело бы к большому количеству жертв, и сам удар, конечно, для России был бы непоправимым. Я думаю, каждый россиянин должен сегодня понимать, что наша страна открыто заявила о том, что мы против нацизма и против зверств фашистов. Ведь всем известно, что мы привыкли к сводкам, что каждый день в ЛНР и ДНР происходили какие-то чрезвычайные ситуации. Взрывы, убийство детей, мирного населения, уничтожение домов. И как-то эти новости, они постепенно вошли в нашу жизнь. А ведь там живут сотни тысяч людей, и их нужно было защитить. А кто же их защитит, как не мы? Ведь Россия – это мирная держава, которая старается жить в мире со своими соседями и помогать ближнему. В Карачево-Черкесии на центральной площади станицы Зеленчукской прошла акция «Своих не бросаем» в поддержку военнослужащих 34-й мотострелковой горной бригады, участвующих в спецоперации на Украине. По чьей инициативе и как прошел флешмоб в репортаже Корчебиджиева. Более 30 человек станицы Зеленчукской изъявили желание провести флешмоб в поддержку российской армии «Своих не бросаем». Это родные, близкие, друзья, солдат, которые на данный момент выполняют свой воинский долг, защищая жителей ДНР и ЛНР, останавливая агрессию националистических бандформирований, 8 лет терроризировавших мирных жителей независимых республик. Там ребята наши, которые воюют, чтобы мы здесь жили мирно, спокойно, могли почувствовать поддержку со стороны родных, близких, односельчан. И вот мы, как администрация, поддержали данную акцию. Считаю, что, я думаю, это мнение большинства наших жителей, что данные акции нужны. Автомобилисты украсили свои транспортные средства государственными флагами России. А на корпусах и стеклах машин были изображены буквы «З» и «В», которые в последние дни стали главным символом спецоперации. Мы здесь собрались, чтобы поддержать нашу Россию, наших ребят, которые сейчас находятся на Украине. Мы за них очень переживаем. Мы собрались здесь все неравнодушные люди, чтобы поддержать их таким боевым настроем. Хотя бы мы не находимся рядом с ними, но хотя бы так есть какая-то поддержка. У меня там очень много знакомых, жених, братья мои. Мы за них очень переживаем, волнуемся. Дай Бог, чтобы это все поскорее закончилось. И все было хорошо. По окончанию подготовки участники акции выстроили свои автомобили в знак формы буквы «З». Приехали мы на это мероприятие поддержать наших солдат, которым сейчас не очень-то легко в данный момент. Чтобы они знали, что их ждут здесь с победой. Чтобы видели, что они там не одни, что мы с ними и с душой, и с мыслями молимся о них, Богу, чтобы с ними все было хорошо. Поддержку наших военнослужащих, поддержку нашего президента. И вообще, что мы сплоченная страна, должны держаться все вместе. В данной акции мы участвуем, потому что многие из наших близких, родственников находятся сейчас на этой спецоперации. И мы, в свою очередь, хотели поддержать, показать им, что мы гордимся, что мы ждем их, что мы всегда им рады. Конечным пунктом пробега стала станица «Сторожевая». Участники флешмоба надеются, что их родные и друзья вернутся целыми и невредимыми. Карчабиджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Станица Зеленчукская. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии облачно. Местами снег, а где-то и мокрый. В отдельных районах сильный. Ветер в северной части 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7. В горах местами минус 8, минус 13. Днем минус 3, плюс 2. В горах местами минус 3, минус 8 градусов. На дорогах, возможно, гололедица. В Черкесске облачно. Мокрый снег. Ветер в северной части 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4. Днем минус 1, плюс 1 градусов. На дорогах гололедица. Продолжаем выпуск. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 44 228 человек. Из них 36 658 выздоровели, 150 человек госпитализированы. В третьей школе в Карачаевской произошло значимое событие. Презентация химиной парты Героя Советского Союза Харуна Благатырева. Человека, чье имя носит образовательное учреждение. Как обычно, ученическая парта стала непосредственным источником информации. А Герой Великой Отечественной войны расскажет Фатима Даурова. Представители Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии в качестве официальных гостей были приглашены на торжественное событие, к которому школа готовилась особенно усердно. В актовом зале уже все готово к началу. Сценарий презентации парты Героя воплотили ученики, которые рассказали гостям и присутствующим о жизни своего земляка, героя-танкиста Харуна Умаровича Благатырева. Он был очень мужественный. И можно многому у него научиться. Он был героем. Он очень мужественный человек. И было бы хорошо, если бы все были на него похожи. Это на самом деле очень познавательно. У нас часто просвещают этим вопросом. Нам часто рассказывают о героях. Это от героев, в честь которого названа наша школа. Мы почетно несем звание нашей школы. По мужеству Харуна Умаровича Благатырева можно просто удивляться. Право перерезать красную ленту досталось потомку солдата, начальнику ОВО города Карачаевск, управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии, Кериму Благатыреву. Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке. Герои, имеющим отношение к школе и вошедшим в историю Отечества. Его фотографией, сведениями о героическом пути. О своем родственнике, вызывающем глубокое чувство гордости, поведал специальный гость мероприятия. Когда мы рассказываем о героях, у подрастающего поколения в глазах я вижу огонь. Вижу пример. Вижу патриотизм. Человек, совершивший доблестный поступок в трудных условиях и проявивший мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию, считается героем. На примере таких людей, как Харун Богатырев, Герои Советского Союза строятся в воспитании молодых. Я прихожу в школу не один, а с несколькими сотрудниками, потому что эти сотрудники действительно, которым можно гордиться. И, конечно, видя в форме росгвардейцев, подрастающее поколение стремится достичь того же уровня, чего достигли росгвардейцы. А росгвардейцев же что можно сказать? Когда речь идет о героях, об отважных сынах России, наши росгвардейцы всегда готовы к защите нашей Родины. После таких мероприятий у них какое-то вдохновение есть, на какие-то подвиги они способны. Были случаи, когда они предлагали «А давайте свою книгу памяти создадим». Вот на днях, как раз с 10 классом общались, тоже на тему недавно, прошлое годовщина Афганской войны. Мы с ними собираемся выпустить свой небольшой альбом «Книга памяти» Афганской войны. Честь сидеть за этой партой и представиться отличникам учебы и учащимся, активно проявляющим себя в жизни школы. В конце мероприятия участники сделали общую фотографию на память. Фатима Дорова, Мухаммед Дашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Спортсмен из Карачаева, Черкесии Ренат Токов завоевал две серебряные медали правой и левой рукой на первенстве России по армрестлингу. Соревнования проходили в городе Орел, а в нем приняли участие порядка 600 спортсменов и 41 субъекта страны. В общем зачете Ренат занял второе место и таким образом вошел в состав сборной России. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова